Столь привычные лимон, имбирь, чеснок в условиях карантина по стоимости приравнялись к деликатесам. Мы решили проверить, во сколько они сегодня обойдутся одесситам на популярных городских рынках. Цены кусаются. Было 40, сейчас 70-80. На базе поднимается, мы привозим сюда дешевле. А что они могут сказать? Хочешь берить, хочешь не берить. В интернете же написано, что лечит коронавирус. Разбираю. На новом рынке и привозе мы нашли лимоны от 35 до 120 гривен. Цена зависит от качества и внешнего вида цитрусовых. Несмотря на стоимость, спрос все еще есть. Речь идет не о излечении, а скорее всего о поддержании иммунитета. Мы на самом деле обычно покупаем, но в данном случае в таком количестве, естественно, потому что эпидемии и на рынок можем выйти раз в какой-то период, потому что ограничено, желательно ограничено, похождение на рынок. Намного чаще уже берут. И берут полкило, берут килограмм даже. Килограмм чеснока, о котором говорит Наталья, на рынках обойдется от 150 до 200 гривен. Люди возмущаются, но берут. Я взяла чисто 4-5 головок. А имбирь, мы посмотрели на него, и у нас есть в порошке. Больше ничего. Это вообще безобразие. Имбирь – абсолютный рекордсмен. В некоторых местах его стоимость за период карантина поднялась в 8 раз. Наш срез цен от 450 до 700 гривен за килограмм. На многих прилавках ценников на него нет. Я торгую на черемушках, то ящик в день входит. То есть это 10 килограмм. Они берут же не по килограмму, а по кусочкам. Но постепенно. Сначала на октябре он был 200, 150, 300. И за неделю увеличивается, а на октябре сейчас 450. Продавцы разводят руками. Ставили бы цены меньше, да не могут. Продукты импортные. Им самим обходятся в копеечку. Все, что было подешевле, распродали. Завезли уже, конечно, может кто-то и заработал на этом. Возят с Китая, с Израиля, с Перу. Завозят, вот мы и покупаем. Конечно, он не идет прямо на убой. Понемножечку. Завезли новую партию, новую цену. То они говорили, что связано с курсом доллара. Что доллар не сильно подскочил, а цены подскочили. Сейчас еще немножко подешевел имбирь. Был 800, стал 700. Сейчас едет новый завоз, будет где-то гривен 500. Вот только нового завоза можно и не ждать. Ажиотаж вокруг имбиря, лимона и чеснока, которые считаются традиционным методом поднятия иммунитета, тоже напрасный, говорят врачи. По их словам, эти продукты полезны, но есть множество альтернатив, которые позволят сохранить и здоровье, и деньги в кошельке. Вспомните о том, что есть квашеная капуста, вспомните о том, что есть отвар шиповника, вспомните о том, что есть калина. Молодые зеленые проростки лука, которые мы можем выращивать, луковицы прямо на подоконнике, тоже да. Прекрасный вариант, например, проростки пшеницы. Купите, замочите, и уже через 2-3-4 дня у вас уже будут проростки пшеницы. Это замечательно. Также для поднятия иммунитета большую роль играет такой микроэлемент, как цинк. Именно цинк участвует в нашем иммунном ответе. Для того, чтобы увеличить количество цинка в рационе, обратите внимание на семена и орехи. Советуют пить кефир и простоквашу. Пробиотики и пребиотики полезны для кишечника. Кроме того, важна клетчатка, которая содержится в том числе в белокочанной капусте и редисе. Напитки можно готовить из-за 2 рашиповника, сухофруктов, делать узвары. Поможет иммунитету даже сало. Именно полезные жиры обеспечивают наш организм защитными силами. Это и растительные масла, прежде всего такое украинское льняное масло, полезные омега-3, омега-6, полиненасыщенные жирные кислоты. Ну и наш животный жир, наше сало. Небольшой кусочек, 20-30 грамм сала обеспечат вас всеми нужными защитными теми самыми фосфолипидами, которые выстилают наши легкие изнутри и препятствуют возникновению легочных заболеваний, легочных проблем. Но врачи настаивают. Важно помнить, что ни лимоны, ни имбирь, ни чеснок, ни любое средство народной медицины не вылечат коронавирус. При возникновении симптомов нужно в первую очередь обратиться к медикам и не заниматься самолечением. Лилия Горопашная, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.